И продолжаем. В этом году слову о полку Игореве исполняется в 830 лет. Ярославский музей-заповедник к этой дате подготовил несколько выставок, одна из которых посвящена двум главным героям поэмы – князю Игорю и Ярославне. Гениальное произведение 12-го или не менее гениальная подделка 18-го века. Для этих людей так вопрос никогда не стоял. Слово «было», «есть» и «будет», а значит, будут и люди, которых оно вдохновляет. Плачущая Ярославна в графике, живописи, дереве – очень разное. Но везде она искренне скорбит о гибели дружины мужа, о ранах Игоря. Многие художники не раз обращались к слову в своем творчестве. Пример тому – известный петербуржец Юрий Люкшин. В 2012 году издательство «Редкая книга» выпустило 30 экземпляров слова в дубовом переплете с застежками в виде щитов, где в каждой по 19 работ художника написаны вручную на бумаге ручного литья. Такая книга есть у президента. Это под номером 13 «Собственность музея-заповедника». Корешок кожаный, а вот эта миниатюра, это изображение князь Игоря, она написана художником, то есть это не напечатано. Текст в этой книге написан от руки, особым пером, особыми чернилами. Собрание музея-заповедника насчитывает более 700 единиц хранения только художественных произведений, посвященных поэме. Здесь около 70. Некоторые из них выставлены впервые. Только на иностранные языки слово переводили более 50 раз. А сколько с древнерусского на современный подсчитать крайне сложно. К слову, образы князя и Ярославны, их история волнует и современников, далеких от искусства. По словам сотрудников музея-заповедника, им до сих пор приносят новые переводы и переложения. Занимаются снова не только, конечно, филологи, но, например, биологи и математики. И каждый из них находит в слове свое вдохновение. Это еще одно доказательство того, что снова Панку Игореве действительно вечное произведение. Марина Ромакина, Игорь Морщаков, Вести Ярославль.